Формула успеха Формула успеха Это христианское понятие Может быть вообще христианам не стоит думать о такой вещи как успех Хорошо, я начну с того, что несколько лет подряд мы вели в Лос-Анджелесе Где мы как раз поднимали новую церковь Вели передачу на неверующем канале Называется Армения То есть это первый канал армянский, как ОРТ в России Мы, ну в Лос-Анджелесе там можно выйти даже на ОРТ, на первый канал И так как мы поднимали армянскую церковь, мы вышли на него, на этот канал И имели каждую неделю такой прайм тайм, очень хороший В 7 часов вечера, в четверг, когда люди приходят домой Где люди себя больше комфортнее чувствуют И открыто дома, конечно Они приходят усталые и так далее Что им хочется? Им хочется узнать новости, какие там в Армении Как там, что там происходит, как Пашанян, тот, другой, третий Вот они смотрят свой канал И в 7 часов после новостей выхожу Я говорю, баров здесь И начинаю с ними Это прямая линия Прямо мы онлайн идем Люди нам звонят прямо в студию И за полчаса надо дать им месяч Дать короткое послание Помолиться за людей Почувствовать, что Бог ведет Кому какое слово сказать, утешение или ободрение И мы принимаем сразу же звонки Сразу же звонки идут на армянском языке В основном, конечно У меня есть переводчик Есть также сразу Перевод идет синхронно Некоторые думают, что я сразу знаю весь армянский язык Но я просто получал сразу же сюда Перевод на русский язык И мог бы сразу отвечать А переводчик переводил Вот такую мы имели, такой формат И большинство вопросов Как ты думаешь, Жанна, о чем было у армян? О, армян? Не знаю За что помолиться? Может быть за финансы Вот, правильно Кому что? Дай денег Но не дай денег А как иметь успех? Помолись, пожалуйста, пастор Джан Что был успех у моего мужа Что бизнес процветал Помолись, что мой сынок закончил университет Занял хорошую должность Помолись, пожалуйста К сожалению, очень мало было просьб Помолиться о спасении Помолиться, может быть О каком-то духовном возрастании Да, возрастании О какой-то мудрости Да, мудрости Ну, конечно, это мирской канал Это в основном смотрят мирские люди Вот И знаете, что я отвечал им? Я отвечал очень просто Я помолюсь за ваше спасение Я помолюсь, если кто-то из вас болен Я верю, что Бог добрый Что Он не хочет, чтобы вы болели Почему? Потому что любой родитель, когда ребенок заболевает Он старается всеми средствами помочь ребенку, чтобы он был здоров Потому что все мысли матери и отца о больном своем дитя И я говорю, я помолюсь о вашем здоровье Бог будет исцелять вас Я верю в это Потому что он столько исцеления сделал в моей жизни И столько чудес я видел Говорю, но об успехе я молиться не буду А почему? А потому что хоть лоб разберу, успеха не будет А потому что есть прекрасное место, где Бог сказал Иисус Навин 1,8 Да не отходит эта книга, Библия Книга закона От уст твоих Но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано Тогда Ты будешь успешен Тогда Ты будешь поступать благоразумно, мудро И будет тебе успех во всем Весь мир имеет свои правила и законы Космос имеет свои законы Если люди бы ездили без правил дорожного движения Что было у вас в Питере? Что было бы в Нью-Йорке? Что было бы в Лос-Анджевиче? Ну, в Индии-то понятно Вот Там многие без правил ездят в Калькутти Где-нибудь Но Что было в мегаполисах? Аварии, несчастья Если не было ограничения скорости Молодежь гоняла бы по 200 км в час Что было бы? И, к сожалению, есть такие вот печальные случаи Когда люди нарушают правила дорожного движения Они не только кого-то убивают И себя порой убивают Но, к сожалению, также убивают невинных людей А это означает Всему есть свои правила Мы здесь сидим Тоже есть определенные правила Технология работает по правилам Космос работает Есть законы Законы правила природы То же самое, когда Бог создал человека Он дал ему правила бытия Правила жизни Правила семьи Правила пользования бизнесом Правила построения государством Вплоть от деторождения До управления страной И это написано в Библии Полюбите Библию Я думаю, что у каждого из вас есть Слово Божье Я говорю прямо вам Сейчас ваше сердце Начинайте любить Библию За эту книгу многие люди страдали в тюрьмах Они были репрессированы Многие Библии были сожжены в разные времена Но все равно Слово Божье остается вовеки Почему? Потому что это книга правил Книга законов бытия И когда мы по ним поступаем Оттуда идет успех Там написано, как любить жену Как быть верным мужем Как воспитывать детей Там написано, как управлять бизнесом Там написано, как руководить церковью Или государством Или какое должно быть войско Там все написано Как также относиться к животному миру К природе Все написано в книге закона Книге правил бытия Мы наблюдаем в жизни, что многие люди говорят Я был бы успешен, если бы Вот если бы у меня, как у моего соседа Были родители богатые И если бы у меня Было бы хорошее образование, как у моего друга Если бы я был таким умным Я бы, я бы, если бы кабы выросли бы Мы склонны Обращать внимание на других людей И видеть, что у них были какие-то другие условия Что им был дан какой-то стартовый капитал Жанна, мы же прекрасно понимаем Люди всегда чем-то недовольны Всегда желают чего-то лучшего Конечно, я понимаю, что желание лучшего Или стремление к чему-то совершенному Это производит прогресс какой-то Порой конкуренцию Но конкуренция тоже Это толчок к какому-то прогрессу Потому что люди думают, как сделать лучше, как это красивее сделать Как обойти Конечно, верующие не должны заниматься конкуренцией В сфере, я имею в виду церквей Обогнать кого-то, быть лучше, более знаменитым Более успешным пастором Это приведет, на самом деле, к разрушению Почему? Потому что я верю, что для христиан Особенно для служителей И особенно в христианском мире Успех заключается в смирении Хорошо, возьмем это Потом мы придем к другому Хорошо, что такое смирение? Вот я скажу Жанна, смирись Смирись, Жанна, я пастор Ну, как ты себя чувствуешь? Конечно, неловко Любой человек в церкви, когда ему руководство Будь то пастор, пресвитер, епископ Не знаю, дьякон Говорит, смирись Молодежь, смиритесь и так далее Они чувствуют как будто Тон Два варианта реакции Или человек начинает унитяжать себя Или начинает бунтовать Вот Хорошо Что значит слово смирение? Потому что слово Божие говорит, конечно Конкретно смиритесь под крепкую руку Божью Он вознесет вас Бог гордым противится А смиренно дает благодать Я хочу, чтобы Бог дал благодать тебе, мне и всем вам А это означает Я должен быть смиренным А чтобы быть смиренным Что это означает для меня? Что такое слово? Смирись Это военное слово Когда я служил в Советской Армии Я постоянно слышал Смирно Направо Шагом Марк Забивай Вот Это Слово пришло Из Ну Из власти Которая говорит Быть смиренным Когда Бог говорит Смирись Под мою крепкую руку Что это означает? Будь смиренным Перед Его словом Он Главнокламандующий Нашей жизни Он Есть Сама Жизнь И когда Он говорит Если я бунтую против Его слова Тогда я показываю свою гордость Гордыню Где я на самом деле упаду Если говорю Да Да будет мне по твоему слову Как сказала когда-то девушка Мария И родила Господа Христа Если мы говорим в своем сердце Да Господи Может быть я этого не понимаю Может быть я не знаю как это будет Ну Да будет мне по твоему слову Хорошо Я так сделаю Вот это есть Истинное смирение Когда нам приказывают Смирись Переис Перед старшими Конечно мы должны уважать старших Но смирение на самом деле Это подчинение Божьим заповедям Подчинение Божьему слову А особенно когда Бог Лично говорит нам Да будет мне По твоему слову Господи Аминь Как людям Понять свое призвание Кем они призваны Что они должны делать И например Совпадает ли призвание С профессией человека Или наоборот Если человек решил Стать верующим И если он серьезно Относится к служению Стоит ли ему Оставлять какую-то Свою выборскую профессию И идти на полное служение Ну вот как у евреев На вопрос-вопрос Ты Жанна Скажу так просто Вот ты Довольна своим призванием Нашла свое призвание Ну не Мне кажется Что я все-таки в поиске В поиске еще Но это хорошо Что ты в поиске Хорошо что ты не остановилась И не зарыла Вот Потому что многие Зарывают Просто закапывают И не ищут Я верю Что Бог всем людям Дает этот поиск Внутри Вот Но Нужно понимать Что призвание На самом деле Это дар Божий Мы сами У Бога Дары Мы Библия говорит о том Что Иисус Когда молится Говорит Не вы меня избрали Я вас избрал И как отец меня послал Я вас послал На эту миссию На эту землю И так же Вы не от этого мира Мы на самом деле Не просто люди земли Мы Мы Люди Вечности Мы Жители неба Вот это должно у нас Понятие быть Особенно у христиан И мы должны понимать У Бог Что ты имеешь для меня И Бог дает Вот эти импульсы Найди это Найди Кем ты хочешь быть Кем ты хочешь стать И узнай Кем я тебя создал Поэтому Первая проблема В чем Люди Во-первых Не знают Кто они сами Они не знают Кто они в Боге Кто такой есть Бог И они не знают Конечно Многие К сожалению Что Бог имеет для них Какую судьбу Какое призвание Но я верю Что эти импульсы Ко всем приходят Как солнце светит Над всеми То же самое Бог дает Вот эти импульсы Свои лучи В сердце Зачем ты живешь Что ты должна Сделать на этой земле Какая твоя судьба Просто так прожить Этим Попробовать быть человеком В профессии Вот эту профессию изучить Люди заканчивают Университеты Вот А потом вдруг Оказывается Им это не интересно Потраченные средства Годы А потом Да Они чему-то научились У них есть какое-то Образование Но они Как много людей Закончили университеты Институты Технические Всякие вузы И так далее И они Не используют Это ничего Потраченные годы Жизнь потрачена Она такая Дорогая на самом деле Ценная жизнь Самое дорогое Это не доллары Не евро Не рубли Не золото Самое дорогое Это время Которое летит Каждый день И вот когда эти импульсы Приходят Нам надо ответить на них И начать искать Вот И когда человек Будет искать Я верю Что Бог даст Ему ответ Потому что Всякий ищущий Находит Ибо всякий ищущий Будет Найдет Так как я сказал Призвание Вот это вот Или судьба Они на самом деле Являются дарами Потому что приходят от Бога Они не разбросаны на улице Мы не видим на улице Золото Бриллианты Только если кто-то Колечко Утерялся Кто-то поднимет Но на самом деле Где находится золото Где находятся бриллианты Дети Алмазы Они спрятаны Их надо копать Вот когда мы начинаем Этот поиск И мы говорим Я буду копать Я буду искать Пока не найду Это меня толкнуло К поиску Господь Кем ты хочешь Чтобы я был на этой земле Конечно У меня стали вопросы Почему я родился в это время Почему я родился в этой семье Почему я не родился Где-то за границей Почему мои родители Вот эти родители Они другие Ведь что родители дают Они дают только плоть Генетику Вот А человек же не просто плоть Есть дух И Бог есть Отец всех духов Он же мог Мой дух Дать какому-то Африканцу Вот Или в другой стране В другое время Почему ты мне Бог Позволил жить сейчас В это время В этой стране Я родился Вот у этих родителей Ведь ты Отец всех духов Ты мой отец Скажи мне И во-первых Мы духовное существо И когда я пришел В этот поиск Бог ответил И когда ответил Я начал к этому готовиться А когда начал готовиться Я начал больше изучать И в определенное время Я вошел в свою судьбу И я счастлив Не важно где я нахожусь Не важно где я путешествую Да Мессенджерская жизнь Она не такая легкая Она захватывает Где-то трудности Мы жили в Армении Во время войны Голда С 90 по 95 год Когда блокада была Когда продуктов было Почти ничего На столе Ну мы молились Вот Это тяжело В Сибири жили Лихие 90-е Тоже не так легко Когда у людей В голове только одно Рынки продажа Как купить Как выжить Жили в Москве Жили на миссии Жили в Америке Где надо начинать Жить с нуля Это не легко Но это интересно Служение миссионера Это Бог дает Каким-то единицам В церкви Или это Служение для всех верующих Потому что я думаю Многих волнует этот вопрос Конечно Когда кто-то смотрит На миссионера Думает О это Некоторые люди Которые только лишь Там призваны Пойти В Африку Пойти Там не знаю Или в какую-то страну Или где-то На самом деле Мы все на этой земле С определенной миссией Значит мы все миссионеры Смотри как Иисус молится В Иоанна 17 главе И он говорит такие слова Ну я уже говорил Но я еще раз повторю Что Я не от этого мира И они не от этого мира Как ты послал меня Там сказано В этот мир В расширенных периодах И в английском Переводе сказано Как ты послал С миссией На миссию Меня Так и я Их В этом мире На миссию послал Ты на миссии Я на миссии Дорогие мои Вы каждый Каждый из вас На миссии определенной Узнайте Свою миссию Будет классно Ваша жизнь Не будет напрасна Вам будет просто Радостно жить Вы будете знать Зачем живете Для чего живете И что вы должны сделать И даже Бог может Откроет некоторым Когда нужно уйти В правильное время С этой земли В лучшие В лучший мир В вечный мир Вот Поэтому я верю Что все люди на земле С определенной миссией Это не значит Что все будут насаждать церкви Это не значит Что все будут пасторами Там Будут пророками Там Евангелистами Нет Если человек получает С сердца Что он должен быть врачом И начинает готовиться То есть идти Обучаться Хирургии Там Медицине Вот То Конечно Это его миссия Если кто-то получает Я должен быть пилотом Пожалуйста Я с радостью Сяду Ваш самолет И еще Когда вы там Объявите Что все будет хорошо Не бойтесь Мы взлетаем И так далее То люди будут спокойны Потому что ваши слова Будут давать уверенность Но вы знаете Это ваша миссия Кто-то должен быть президентом Кто-то должен быть Может быть Военным министром Кто-то может быть Должен быть Актером Кто-то может быть Должен быть В этом мире Бизнесменом Хорошим Для каждого У Бога Есть миссия Церковь строится Потому что я в основном Работаю по насаждению церкви По строительству церкви То есть не здание А духовной церкви То есть чтобы было спасение людей И поднялись служения Пришел прорыв Вот И проложить этот путь И потом передаю И дальше иду И поэтому я знаю Что церковь строится На семи стопах Библия описывает об этом Не будем Это библейский урок Но так же самое И общество наше В котором мы живем Не важно Это Россия Или Армения Или Беларусь Украина Или Америка Там Соединенные Штаты Или там даже Пусть Индия Любая страна Она строится Тоже на семи столпах Есть семь структур И вот там Мы тоже должны быть Миссионерами Да, кто-то будет строить церкви Да, кто-то будет руководить Церквями Кто-то будет какую-то часть Занимать в церкви Какое-то служение Потому что, знаете Это его миссия А кто-то должен быть Миссионером в обществе Потому что мы живем в обществе Бог не забрал нас отсюда Поэтому мы на миссии Здесь, на земле Исполните Прошу вас Во имя Иисуса Эту миссию Узнайте Исполните ее Перед началом программы Мы немножко поговорили О молодежи О том, к чему стремится Современная молодежь И в основном Она стремится к тому Чтобы получить Вот свою часть славы Вот попасть куда-нибудь Где они смогут прославиться Вот что вы можете сказать Жанна, мы правда с тобой молодые Конечно Потому что человек Никогда не стареет У нас внутри так и осталось Тебе 18, у меня 25 Вот И так и остается навсегда Почему? Потому что Внутренний человек Никогда не стареет Мне кажется Я такой еще Весь еще Спортивный И так далее И там я занимался Когда-то каратэ И был в десантных войсках Кажется Все, я такой вот Потом прихожу Я к зеркалу Думаю Господи Откуда тут морщинки Откуда это То другое Третье Наше тело Это одежда Это скафандр В котором мы живем Но мы внутри находимся И мы будем Вечно молодыми Но Мы летим Чем мне быть А что Я В то время Я был в это время Отступником То есть я родился В верующей семье Но я ушел от Бога Когда был подростком Ну юноша Имел мирскую девушку И потом я ушел Вот Ну в церковь ходила Ради папы и мамы Вот у нас там в Америке Называется ДВРовцы То есть дети верующих родителей Сидим А сами думаем В России тоже Есть такое понятие И поэтому Вот Когда я был молод Я подумал Закончил Ну у нас было 10 классов Тогда 17 лет Мне 18 шел Я думал Куда мне пойти Пойти в институт Ну второе Институты были Думал пойти в институт Это экзамены надо сдавать Вот У меня общий балл был 4 Ну там Не будем говорить По каким предметам Там тройки Но пятерка была По физкультуре По труду По рисованию Общий балл 4 Узнал что без экзаменов В кулинарку Я быстренько прикинул Пища то хорошая будет Вот И повара хорошо живут Но в то время жили Вот потому что Подальше от начальства Поближе к кухне Дефициты были И тому подобное Вот А на кухне все было Тем более в Литве В Прибалтике Я пошел Закончил кулинарку С отличием Вот И попал сразу в ресторан Но это было Мое желание То есть такое вот Как бы Думая Как мне лучше жить Как мне иметь Что-то на столе Ну и денежки иметь Вот И я думаю Что многие молодежи Из этого исходят Исходят так же Что может быть Конечно Многие хотят быть звездами Особенно попасть Там в Голливуд Ты не представляешь Сколько молодежи Я не могу сказать Сколько точно Тысяч Десятки тысяч В год Даже если не сотня Приезжать Талантливых людей Со всего мира Попасть в Голливуд Стать звездами Типа Брэд Питт Вот Анжели Джоли И так далее То-то-то Третья-десятая Вот Или быть новым Режиссером Типа Спилберга Честно скажу Без продвижения Блата Там не пройдешь Как во многих Сферах Этого общества Вот И они пробиваются Талантливые люди Многие из них Верующие Приходят в церкви Да там В Лос-Анджелес И опять идут Пробуют Где-то попасть На массовку Попасть где-то Куда-то Может Чтобы их пригласили На эти все Прослушивания Или там Просмотры Вот И никак И никак И никак И у многих Приходит депрессия Некоторые Скатываются На наркотики И жизнь Просто катится вниз Почему? Мечты не сбылись А когда мечты Не сбываются Вот тогда Очень больно Поэтому я даю совет Получите мечту От Бога А Бог знает Продвижение Он тогда Продвинет В правильный момент Как он продвинул Иосифа Может быть Через боли Может даже Через темницу Через что-то Но Бог Продвинул Иосифа И его видение Его мечта Его сновидения Исполнились Иосиф Он стал не только Знаменит и богат Он помог Огромному количеству Людей Он спас Стал спасителем В то время Для своей семьи Для своих Даже братьев Которые предали Это Это нелегкий путь Идти Идти на самом деле К успеху Идти Молодежи Можно сказать Ну к своему призванию Или своей мечте Но Мечта сбывается И не сбывается Но Божья мечта Сбудется Если мы ее ищем Пастор Ленин Большое спасибо За то что вы приехали В Санкт-Петербург Посетили нашу студию И за то что Вдохновили наших зрителей Я думаю Очень многие Кто смотрел Нашу программу Они найдут Слово Для себя И они Начнут воплощать Это слово В жизни Спасибо большое Всем кто смотрел Эту программу Не переключайтесь Продолжайте дальше Смотреть наш телеканал Впереди вас ждет Еще масса Интересных программ До новых встреч